В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У вас в гостях сегодня главный врач Рязанского кардиологического диспансера Дмитрий Рахита. Дмитрий Романович, здравствуйте! Можно ли выделить причины и сказать, почему болезни сердца молодеют? Видимо, более такой становится активный сам жизненный ритм. Потом достаточно сказать, что люди, которые раньше, в прежние годы страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, они довольно быстро погибали. И у них не было потомства. Сейчас ведь у нас женщины рожают достаточно с большими недугами, и мы об этом редко когда говорим, но сейчас возможности медицины сильно расширились, и поэтому, так сказать, женщина, у которой гипертония, с высокими цифрами, она раньше могла, ну, одного ребенка ей разрешали родить, а дальше все. Сейчас ее никто не ограничивает. Вот. Вот момент тоже, который имеет место быть. Вот. Но я думаю, сам вот этот вот урбанизация. Урбанизация – это активность какая-то более высокая, жизненная. Понимаете? Ну, сейчас вот вы, например, водите автомобиль. Водите. Я вожу, да. Вот раньше, допустим, 20 лет тому назад, вот, те люди, которые, может быть, сидели в этой студии, они не водили автомобиль ни тот, ни другой. Понимаете? Вот. Сейчас вообще считается неприличным, если у человека нет какого-то средства передвижения, да. А ведь любое средство передвижения – это средство повышенной опасности. И хотели бы мы, не хотели, но обстановка-то у нас напряженная. Вот. Я ехал сюда. С одной стороны, дама поворачивает. Значит, чем она управляет, непонятно, потому что она набирает СМС-ку на телефоне. Значит, правой рукой она держит телефон, левой набирает. А машина ее поворачивает влево при этом. Вот. Ну, естественно, все, кто рядом с ней едут с обеих сторон, испытывают желание, так сказать, ей что-то приятное сказать. Вот. Вот. Но, как бы, сдерживаются, и вот это вот накапливаемое за день психологическое напряжение, оно, безусловно, вызывает вот раннее проявление вот этих всех заболеваний. То есть мы возвращаемся к тем же самым стрессам. Да. А еще мы очень часто слышим, что сердечную боль мы часто путаем с межреберной невралгией. Ну, здесь вопрос этот, конечно, очень сложный, потому что в медицине, в медицине у студентов медицинских вузов есть на нескольких кафедрах прямо такой предмет, как дифференциальная диагностика ряда заболеваний, так сказать, вот на старших курсах. Почему? Потому что, скажем, если мы возьмем острый коронарный синдром, так, или инфаркт миокарда, то для него характерны следующие триады. Это первая типичная клиническая картина, то, о чем вы спрашиваете. То есть это боли за грудиной, давящего, сжимающего характера. Когда расспрашиваешь пациента, он, как правило, даже жесты у него, описанные еще были нашими древними врачами, то есть это либо вот так сжатая кисть, либо кулак, приложенный к грудине, либо, значит, вот такие движения вверх-вниз. Вот. И это считалось достаточно для постановки вот диагноза стенокардия, грудная жаба, как тогда это называлось. Вот. Чаще всего эти боли связаны с эмоциональными перегрузками, с физической какой-то нагрузкой. Они, как правило, когда они начинаются, они непродолжительные. Они исчезают, когда исчезает причина, которая их вызвала. То есть вот успокоился человек, и быстренько в течение нескольких секунд вот эта боль исчезла. Вот. А, допустим, опустил ведро с водой, да, встал, или просто шел, остановился около витрины, вот, делает вид, что рассматривает витрину, и боль прошла. Ну, это я так просто, как говорят, для иллюстрации, потому что там гораздо больше вариантов клинического течения. Есть гастрологический вариант, тот о том, который вы мне сегодня рассказывали, когда боли возникают в животе. Есть боголеповский вариант, когда начинается все с признаков инсульта, а потом только обнаруживают инфаркт миокарда. Вот. Есть вариант аритмический, когда человек просто замертво падает, и если наступает клиническая смерть, и если ему не оказать вовремя помощи, то он может погибнуть. Вот. И целый ряд других. То есть, есть безболевая форма у больных с сахарным диабетом, но мы сегодня говорим именно о боли в левой половине грудной клетки. Вот при межрёберной невралгии, как правило, всегда эти боли, они будут более продолжительными, они будут связаны с дыханием обязательно, так, они будут связаны с подъёмом конечности, вот, они будут связаны с поворотом туловища и так далее. Но я бы не советовал самим заниматься вот этой дифференциальной диагностикой, и всегда так говорю, если возникли какие-то боли в левой половине грудной клетки, или, так сказать, вот просто в грудной клетке, проще всего обратиться к врачу, чтобы врач разобрался. Вот. Кроме вот этих болей, должны быть типичные изменения на электрокардиограмме. Они не всегда есть, и не каждый их может увидеть, и они могут появиться через некоторое время. То есть, от момента возникновения вот болевого синдрома до, так сказать, типичных изменений на электрокардиограмме могут пройти даже несколько часов. А вот есть ранний тест биохимической диагностики, который мы применяем, это количественный тропониновый тест и высоко чувствительный сейчас вот новый тропониновый тест, который сразу говорит, да, здесь есть повреждения миокарда. Никакого остеохондроза, никакой межреберной невралгии здесь нет. Значит, и поэтому, если мы видим боли, мы видим изменения на ЭКГ, и нам тропониновый тест говорит, что здесь есть повреждения миокарда, то наша задача как можно быстрее восстановить коронарный кровоток. И, так сказать, вот в последние годы мы это делаем и днем, и вечером, и ночью, в ангиооперационной, вот, где баллоном, у нас даже термин такой есть, вот боль, баллон, сколько интервал, мы даже по нему отчитываемся, сколько прошло времени, значит, до того, как баллон оказался в коронарной артерии. Вот, и баллоном, значит, раздувается вот это сужение коронарной артерии, так, и для того, чтобы оно не спалось, туда вставляется специальная такая пружинка, которая называется стенд. Кровоток полностью восстанавливается, и это минимизирует, то есть, делает минимальными последствия нарушения кровотока. То есть, вариации такие, либо инфаркт вообще не развивается, либо он развивается, но не такой большой, как он бы развелся, и, соответственно, этим самым мы не только спасаем человека в жизни, но и сохраняем его трудоспособность. Еще один вопрос. У многих людей наблюдаются скачки давления в связи с изменениями погоды. Вот, почему это происходит, и можно ли с этим бороться без помощи лекарственных средств? Ну, почему это происходит? Это происходит по известной причине, значит, изменение погоды, и не только погоды. А вот недавние выбросы, так сказать, протуберанцев на Солнце, вот, изменяют, вот, поле, радиационное поле Земли, давление атмосферное, и, соответственно, реагируют и артериальные давления на это. Вот. Но как без лекарств? Без лекарств не получается. Вот. Можно, конечно, если вы заранее знаете, что будут вот такие изменения погоды, там, остаться дома, вот, там, полежать, умерить свою физическую и психоэмоциональную нагрузку. Вот. Но, как показывает опыт, этим дело не кончается. Поэтому врачи в таких случаях обучают больных, какой из препаратов, потому что сейчас больные гипертонической болезнью редко принимают один препарат. Сейчас более принята комбинированная терапия различными препаратами, которые влияют на разные звенья, вот, повышение артериального давления. И врач говорит, что если вот там погода, там, что-то вы почувствуете, давление надо обязательно померить, потому что некоторые люди не понимают, почему они себя плохо чувствуют. То ли у них давление снизилось, а это тоже может быть на атмосферные вот эти вот катаклизмы, то ли оно у них повысилось. Вот. Поэтому нужно обязательно измерить артериальное давление. Вот. И, так сказать, исходя из того, какие рекомендации дал врач, соответственно, принять необходимые меры. Дмитрий Романович, к сожалению, время программы проходит к концу. Спасибо вам большое за беседу. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был главный врач кардиологического диспансера Дмитрий Ракита. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин